так ну что приветики решила наконец-то записать видео о себе наконец-то почему потому что долго я что-то откладывала это дело потому что мне казалось ну кому это может быть интересно на поле у меня два человека спросила рассказать о себе но не два чуть побольше носишь и 500 человек наверно спросила откуда у тебя деньги где ты работаешь я так с таким лицом и сарказмом говорю потому что ну вот по чесноку да для меня этот вопрос неприемлем я сама ни у кого никогда в жизни не спрашиваю сколько ты зарабатываешь а какая у тебя зарплата а где-то деньги берешь этот вопрос не культурный ну ладно расскажу тут нет никакого супер секрета но вот раз интересно расскажу еще я тут выписала вопросики которые встречались так вот сразу резюмирую на расскажу о себе немного про работу и про деньги вот про то как нашла это уютное гнездышко это очень интересная поучительная история и это будет для вас очередным лайфхаком как найти себе живо потом почему я выбрала приехал в таиланд они во вьетнам и тут на я наверно сравню все таки эти две страны может не буду сравнивать не знаю не знаю посмотрим как пойдет так как надолго ли в таиланде чем я тут занимаюсь тут дым всю дым да вот расскажу про вот это вот все и все-таки расскажу наверное про то что я собираюсь делать дальше про то как нашла жилье расскажу в самом конце поэтому смотри видео до конца когда я была на крабе я вообще записывал уже такое видео но я не стала его выкладывать почему потому что я там волновалась подбирала слова сейчас мне как-то стало пофигу и поэтому я решила расскажу как есть все как на духу не буду ли не знаю подбирать слова поэтому знаете вот люди с тонкой душевной организации и дети пожалуйста это видео не смотрите я конечно не не обещаю я могу проматериться я могу выразиться здесь не культурно вот тот кто подписан на меня в инстаграме и смотрел мои хайлайты видели что у меня там мат на мать и стоит вот ну потому что в ю тубе я выражаюсь культурно потому что и там и там разная аудитория тут все-таки меня смотрят на ю тубе я имею ввиду люди постарше поэтому я пытаюсь фильтровать свою свою речь в инстаграме там все-таки как ты это я там такая какая есть этом ничего там я записываю для друзей все вот кто меня знают всю жизнь какая я на самом деле так так я там себя и выставляю то есть там утики тоже вот тут я буду рассказывать смешные истории может быть о своей жизни и там ну никакой другую слову не подойдет как матершина поэтому ладно все что я тут видите видите начала за здравие закончила за упокой что поехали о себе возраст и семейное положение мне 30 лет но ощущая себя на все 170 уже потому что я немного уже устала от жизни мне кажется сейчас я начну философствовать это на долгие на долгие часы 30 лет мне семейное положение я не замужем замужем я никогда не было и никогда не было помолвлено вот и детей у меня нету и никогда не было и никогда я не беременела вообще к браку и к детям я отношусь гипер гипер ответственно и не знаю вообще на земле существует ли такой человек за которого я когда-нибудь могла бы выйти замуж я не знаю который смог бы терпеть меня на которого я бы смогла терпеть я не знаю поэтому такой цели у меня нет я живу как живу и в принципе все но про работу и про деньги про работу я не знаю рассказывать ли про свою жизнь самого начала потому что все это безумно интересно вам я вот расскажу одну часть из своей жизни все началось с того что вот я вову на 7 лет старше получается да получается мне было 7 лет мы сидели в квартире я играла под столом в барби он а он был бургичком он тогда умел ползать вот он ползал на столе играл его уронил мне утюг на голову вот я расплакалась поставила этот утюг обратно на стол и он опять его на голову уронил и вот и поэтому я вот когда в моей жизни наступает такой момент когда я там туплю или что-то не понимаю от таких моментов в моей жизни огромное множество или когда например меня считают за поехавшую в лицо мне это конечно никто не говорит один раз нет только сказали но я-то знаю я-то знаю один раз сказали я короче встречалась когда с парнем у нас была общая компания и там как всегда не сошлась там с девчонками из этой компании а потом уже когда компания распалась я с одной девчонкой из этой компании сдружилась она мне говорил юль ты такая оказывается классная мы вот все считали что ты ебанько вот так вот и короче вот когда вот в моей жизни наступают такие моменты казусные какие-нибудь я всегда думаю вовка это из-за тебя из-за того что мне уронил утюг на голову вот что я поменяла четыре школы за всю свою жизнь он не так про это все охота рассказать из-за чего я все меня ладно не буду может быть камешку другой раз вот после школы я я я после школы пошла учиться на мастера по маникюру я все про это расскажу я пошла учиться на мастера по маникюру пошла работать в этот салон красоты и там я проработала год почему не больше потому что во первых я была хреновым мастер ну откровенно говоря во первых у меня по жизни у меня вот тремор рук руки дрожат во вторых я не сошлась с коллективом там я помню были две девчонки ленка и ритка и вот они сдружились против меня вот мне тогда было 18 лет после школы до считаете и вот не брали они меня в свою компанию не хотели со мной дружить и и всячески там подсмеивались надо мной туда и сюда и вот это вот лентка я помню она приводила салон после того как он закрывался до 9 вечера он работал приводил туда своего и башку и об этом рассказал своему руководителю говорю она его приводит и ее на следующий день вот такая крыса получилось да ну изводили они меня вообще я помню это лена потому что просила как-то говорит ой помню мне пожалуйста голову говорит мне самой неудобно мы также так же раковина вот так нужно ложиться и мыть голову и она мне говорит в конце говорит после того как будешь смывать бальзам ты мне говорит пожалуйста холодной водой ополосни но я и включила холодную воду и она как заорал тип ты чё ледяную включаешь мне типа больно и ходила бездельно меня ну не до недовольства проявляла мол у меня из-за тебя голова болит что ты холодной водой ну не знаю вот и риты это тоже вот редко конечно вообще мы с ней ругались так не по-детски вот что мне они запомнилась да вот это вот то что она говорит не говорит я сейчас обсрать человека буду ладно скажу а чё такого вот это во мне будет говорить моя обида вот она была такой противный вот есть такая категория людей да вот во первых которые с утра просыпаются и злые на этот мир вот знаете вот как будто их с небес выдернули и заставили в аду пахать вот она приезжала с утра недовольная срывала на мне свою злость иногда вот я даже она заходит я говорю привет она как всегда опоздает на 10 минут даже не здорово цел так ну не посмотрят и идет все полдня она ходит с вонючим ртом потом она идет в эту общий туалет начинает чистить зубы и вот это вот неприятное вечно сидит вот ногти свои ковыряют то сидит вот телевизор смотрит чешет потом вот так вот это все выстреливает вот у меня не осталось такое впечатление и парень у него точно такой же я помню вот я был были предновогодние праздники салон закрывался на три дня и где-то вот 3 января мы должны были выходить на работу да и вот я дал а я там еще по совместительству работала администратором и я должна была закрывать этот салон закрывать и 3 числа его с утра открыть она мне говорит юль ты оставь ключи сейчас мой парень приедет я тут пока буду собираться пока буду собирать вещи оставь ключи я говорю тебе потом завезу там 1 2 января я говорю ну ладно окей она завезла мне ключи и выхожу 3 числа на работу и что вы думаете я открываю салон стоит пахер неимоверливо просто в нос бьет я думал кто-то сдох я не понимаю откуда этот запах я начинаю идти принюхиваться захожу в туалет и там короче кто-то за собой не смог либо он либо она и вот все все вот эти вот три дня эта херня мариновалась и запах там стоял очуметь какой в итоге как я оттуда ушла мы оттуда мы поругались не очень сильно это было просто моя последняя капля я просто собрала вещи и ушла все и знаете вот я конечно такая потому что я ушла не предупредив директора вот есть во мне такая черта вот я с людьми не ругаюсь я не разбираюсь не выясни люблю выяснять отношения не ненавижу сраться я вот просто молча прекращаю общение и все и больше с этим человеком не общаюсь не пересекаясь и все такое еще и ну ладно и вот я ушла это директриса мне звонила я трубку не брала но очень безответственно поступил и директриса тут причем ну вот я вот на них всех так взялась я в общем ушла оттуда а там у нас неподалеку был еще один салон красоты работала я хреново я за год нихрена не научилась там как-то не усовершенствовал свои навыки по маникюру и я пошла работать в другой салон красоты могут у меня записываться там нет вообще да я пошла работать другой салон красоты я мечтала в него попасть я прям мечтала потому что там всегда куча клиентов я думаю я разбогатею у меня будет дофига денег и я попросилась к ним они меня взяли в первый же день у меня было четыре что ли клиента для меня это была такая радость потому что в том салоне я там иногда сидела до задней вообще не было никого тут четыре клиента подряд и все четыре клиента подряд на меня жаловались во первых одна пожалуйста что три из них пожаловались то что неаккуратно а одна из них пожаловалась в общем я нанесла и масло на кутикулу и она сидит дальше такая это но растереть говорит я говорю ну сами растирайте потому что вот в нашем салоне где работала но все сами себе там нанесу они вот сидят и растирает я не знала что тут вот в этом салоне и всегда до этого растирали и она такая хренела говорит нет вы должны это сделать но я растерла это масло она в итоге все равно на меня пожаловалась и это и мне это было так обидно что аж четыре человека на меня пожаловались я думала а я вообще не буду заниматься этим маникюром и я оттуда ушла и вот чтобы вы имели представление о том какой я мастер по маникюру впоследствии маникюр я потом сама себе делала но я делала однотонную а вот с узорами проблемы вот чтобы вы понимали вот я увидела в интернете вот эту картинку ногтей я думал хочу сделать себе такие же ногти и сделала и вот теперь фотография того как я себе сама сделала ногти вот вы представляете а потом я устроилась работать экспертом по автокредитованию я проработала там где-то лет пять наверно мне уже там надоело я поняла что хочу куда-то двигаться дальше я еще тогда ездила в казань в казак казань меня так впечатлило я не первый раз туда поехал я туда поехал третий раз его на третий раз я решила что блин я хочу пожить в этом городе я уволилась работы поехала в конца не значит загрузила полностью всю машину кастрюли документы подушки одеяло туда-сюда была зима и такая вот когда вот снег потаял на дороге вот это вот жижа вот это вот грязь такая безответственная думал доеду нормально не буду заливать в бачок вот этот вот как называется вода вот это не замерзайка доеду все нормально хрен вот я по дороге ехала да мне значит это передо ехала фура на мне забрызгал у все лобовое я съехала в кювет съехала время 5 утра темно никому нет вот остановился какой-то мужчина азербайджанец кювет это не так что я кубарем плетел просто чуть-чуть съехала и вот зима колесо у меня застрял у меня вытащил благодарна дай бог ему здоровья вот и поехала дальше я поехала дальше доехала до казани а я перед этим на авито нашла классники квартирки себе ну в пределах там 20 25 тысяч рублей несколько вариантов все списалась с человеком который которому я должна была приехать он не должен был показать квартиру я приехала в какой-то вообще я не знаю как это называется вот двухэтажное здание а ну как разрушенное какое-то в кабинете сидят вот просто тюремщики вот реальные тюремщики во первых у них были на полке они сидели все вот так вот разговаривали как быдло и это я подходну к ним зашла и говорю вот так ну такие-то такие-то квартиры я смотрела на авито девочка моя ты чё нас смешить хочешь нет таких квартир за эту сумму 20 25 тысяч вот варианты и предлагают бабушкинские варианты просто в хлам как у меня вот здесь зеркало в квартире я показывала на телефон не буду трогать также там то есть это мебель 80-х годов вот это вот стенка кровать вот это панцирная да она называется я в шоке думаю господи где я буду жить а квартиры которые я смотрела они по факту там стоят 35 45 тысяч рублей я думаю около манэ что мне делать дальше я вышла оттуда и он еще меня добил он мне позвонил говорит чем мы едем смотреть или нет я говорю нет не едем он говорит как это выразить по культурам потому что он проматерился ну в общем простыми словами смысл то что ты дура не обочаясь это нихрена здесь ничего не найдешь за эту сумму все у меня желание значит все пропало и на следующий день я уехала домой вот у меня был переезд в казань на один день я уехала домой и устроилась работать на завод сверловщика там я проработала пять лет и должна сказать что это было самое классное время в моей жизни во первых рабочий коллектив который там работает вот после вот этих вот автосалоновских знаете страстей интриг где все крысы где все друг на друга стучат там люди ну такие душевные такие доброжелательные просто вот сколько людей там душевных не сосчитать все к тебе подходят с тобой разговаривают пока ты сидишь работаешь болтаешь о жизни о том осен вот а проработала я там пять лет работал как я нашла эту работу у меня там работала бабушка у меня это не там работала всю жизнь бабушка 30 лет квартиру она от завода получил мне там работает дядя у меня там работает мама вот и они мне сказали пойдешь к нам работать я сказала ну давайте я попробую мне понравилось мне понравилось это на самом деле сидишь работаешь руками параллельно я там слушала аудиокниги youtube слушала смотришь не получается вот работа физическая но не тяну там же работа сверловщиком там приносит разные детали какие-то из них конечно были сложноватые а какие-то были очень легкие большинство в общем для меня это работа мне казалось это очень плохо чешется для меня эта работа показалось в большинстве своем вот а потом мама начала работать ну подрабатывать удаленно параллельно работала на заводе сразу хочу сказать вот кто смотрел видео со вьетнама знают что маму и лову я особо не показываю никто там не смесь со мной не болтают они не хотят сниматься что-либо говорить о себе и так далее они сказали юля вот хочешь снимать снимать только себя нас вообще не снимают вообще большая удача чтобы как бы в кадр попадал потому что снимать он себя тоже не разрешает вот и поэтому вот это я к чему все ведут то что моим появилась удаленная работа про маму про ее жизнь я разговаривать не буду а я у нее я и помогал с этой работой я помогала и в одно время клиента стало настолько настолько много что уже пришлось выбирать между заводом и вот этой удаленной работой и и где-то вот знаете это все связано ведь с турцией где-то за полгода вот как уволятся завода мама мне предлагала мне мама мама была мечта уехать жить в турцию и она значит это говорю поехали жить в турцию поехали жить в турцию а я не хотела я говорю ну что я там буду делать мне вот не нравится чем я там буду заниматься ни английского ни турецкого не знаю там ни с кем я познакомиться не смогу чем мы будем втроем что ли а потом я стояла что-то за станком работала и мне так в голову ударил я такая почему нет почему бы не попробовать тем более есть удаленная работа и вот и значит где-то за полгода мы подготовились копили деньги и вот и перешли полностью на удаленную работу вот получается работает мама я помогала развивать соц сети разные я как и сама учебу нет вот и что дальше то переехали мы в турцию это получается ну как же переехали в турцию где-то в каком в октябре 2021 года переехали в анталию там сразу нашли квартиру где-то за два дня никто нас там не ждал никто не встречал вообще первый раз поехали в анталию мы до этого в анталии никогда не были потом сняли отель на два дня и вот я там нас хибиде не нашла квартиру вот мы ее сняли жалко конечно что я вот в эти времена не снимал ничего так интересно все это было и вот мы значит живем в анталии где-то полгода маме слова очень понравилось не сказать анталия одна большая деревня делать там особо нечего вот кому-то может быть нравится вот это вот спокойная тихая размеренная жизнь когда ты с утра просыпаешься идешь на море поплаваешь часа два возвращаешься обратно потом берешь тележку выходишь на рынок покупаешь свежие фрукты питаешься здоровой пищей возвращаешься домой кушаешь короче балдеешь по мне это скучно через полгода начали жить в стамбуле уже втроем и все там я настолько замоталась то есть я помогала и маме работать и еще там у меня был один проект в общем я разрывалась туда и сюда и странную сторону я до того вымоталась что я приходила я только голову подушки положу и все меня отрубает я просыпаюсь с утра у меня в фоне уже хера вот учатся сообщение все от меня чего-то хотят и все у меня вот настолько там испортились нервы что я устала и я говорю все я так больше не могу я хочу домой я хочу домой на протяжении вот я сразу скажу что в январе 2023 года мы уехали домой и два месяца до этого вот я каждый день нылась что я хочу домой я хочу домой я устала и хочу но в итоге вот в январе мы уехали домой в январе уехали домой а потом сентябре ну там вот занимались также удаленной работой и сентябре уже вот мы поехали в таиланды провели в таиланде месяц потом во вьетнаме два месяца цыг ever нулес pase Вот я опять в Таиланде. Про работу. Про работу. Ну, получается, вот я и сказала. Я работаю СММщиком, помогаю маме вести ее соцсети, а она мне за это платит. И, получается, у меня еще несколько проектов, которые монетизируются. У меня два канала на Дзене, которые монетизируются. Это не Витюля, это другие. Я их называть не буду, я их не рассекречиваю, они остаются в тайне. Они монетизируются, я сразу скажу, что с них капает немного. В июле у меня тоже подключена монетизация. Там вообще копейки капают. Вот я там за два месяца 1300 рублей у меня что-ли набралось. Ну, там подписчиков мало, там 140 что-ли человек. Вот, и вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть у меня есть немного заработок. В общей сложности у меня выходит около, ну, не знаю, может, 50 тысяч рублей в месяц. Это очень мало. Для того, чтобы, ну, вот так вот путешествовать постоянно, позволять себе, там, не знаю, из страны в страну уехать куда-то в Европу. На эти деньги, конечно, не выживешь. Ну, вот, наверное, возникает вопрос, а откуда у тебя деньги-то ездят? Я занимаюсь накопительством, я коплю деньги. Я экономный человек, я не трачу, получается. Стопы. Начнем с того, что у меня нет никаких долговых обязательств. У меня нет кредитов, я никому ничего не должна. У меня нет семьи. Вот. Я не шмоточник, я не трачу деньги на, там, дорогие вещи. Единственная дорогая вещь, это у меня вот телефон есть, очки. И что еще? И кроссовки. Все. И вот, когда у меня спрашивают, где ты работаешь, я отвечаю, что нигде я не работаю. Потому что для меня работа, это когда ты работаешь на кого-то. А все, что я делаю сейчас, ну, это вот там откушу, тут откушу, вот и сытая. Вот у меня и хобби, приносящее деньги, так скажем. Ну, небольшие деньги. Следующее. Я, надеюсь, я ответила вам на вопрос, откуда я беру деньги. Так, теперь вопрос, почему Таиланд, а не Вьетнам? Ребята, вот Вьетнам мне понравился. Там очень красивая, девственная природа. Обалденно. Там колорит офигительный. Вот туда приезжаешь, и там действительно чувствуешь, что ты попал в какую-то страну со своей культурой, со своими обычаями. Там классно. Когда ты приезжаешь в Таиланд, то тут тоже, конечно, колоритненько, но все равно тут больше все заточено под туристов. Во Вьетнаме там все-таки, я не беру, конечно, Нячанг, во Вьетнаме там все равно как-то они живут вот сами по себе. Там нет такого, что они для туристов что-то там стараются. Вот они как живут, так живут. Если выбирать между Таиландом и Вьетнамом, я бы выбрала для жизни Таиланд. Почему? Потому что тут еды побольше. Во Вьетнаме, я помню, мы, конечно, вот ходили в рестораны, да, там есть европейская кухня. Но каждый раз ходить в рестораны – это дорого, согласитесь. А вот так вот, чтобы ты вышел на улицу и с макашницы поел что-то, ну, я не знаю, мне не понравилось там. Не то, что не понравилось. Там нет такого разнообразия, как в Таиланде. Если в Таиланде ты вышел на улицу, ты можешь бюджетно из макашницы съесть, сможешь есть разные виды супов, разного вида рис, разного вида мяса. Тут огромное разнообразие блюд. Во Вьетнаме там все-таки, ну, скудный ассортимент, как по мне, опять же. Вот, но во Вьетнаме я бы все равно вернулась. Там офигенный Дананг мне понравился, пляж обалденный. Я вот шла, когда там гуляла вдоль этого побережья, во-первых, масштабы вот этого моря меня удивили. Огромный пляж, там Леди Будда. Я вот шла, слушала музыку, у меня прям все тело, вот до головы было покрыто мурашками от того, что как здесь атмосферно, как здесь офигенно. Про Ниньбинь я вообще молчу, я не знаю, что может перебить Ниньбинь. Это прям офигенно. Я бы хотела побывать в Ханое, сходить в маузолею Хо Ши Мина, вот в этих тюрьмах побывать, которые с Вьетнамской войны. В общем, да. Вот, но в этот раз решила поехать в Таиланд. В Таиланд, а, я же еще по делу сюда приехала, я же хотела Ютуб монетизировать. Об этом тоже, да, расскажу в конце. Про монетизацию надо рассказывать, да, я расскажу Ютуб. Так, и чем я тут занимаюсь? Да можно сказать, ничьим. Я много работаю, я редко выхожу из дома, я сижу здесь, я кушаю, работаю, сижу в телефоне в большинстве своем. Да, конечно, я иногда выхожу гулять, выдергивает меня Света, и, кстати, хорошо, что здесь я с ней познакомилась. Если бы ее не было бы, я бы уехала отсюда намного раньше. Вот, и, 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 вот мы выходим иногда, выбираемся со Светой прогуляться. На море я, можно сказать, не хожу. Вообще у меня нет страсти такого, ой, подойти к морю, поздороваться, попрощаться с морем, плавать, ходить. Нет у меня этой страсти. Я заставляла себя, я вот прихожу туда, я посижу там пять минут и ухожу. Все, потом что, 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 что? Я поеду домой, скорее всего, в марте. У меня виза заканчивается 26 марта, я поеду домой, я пока больше не хочу ездить, по крайней мере, по заграничному. Может быть, я приеду в Уфу, и, может быть, у меня мечта съездить в этот, в минеральные воды. Я бы вообще съездила бы в санаторий, вот знаете, такой вот прям, чтобы был советский, СССРовский. Это так смешно, на мой взгляд, прям на эти процедуры, походить ингалятором, подышать. Вот, не знаю, может, минеральные воды съезжу. Вообще, я хотела бы, была бы у меня машина, я бы на машине бы поехала, бы до Камчатки, наверное. Не, наверное, а поехала бы, мне нравится. Вот, так что в марте я, скорее всего, уеду. Я могла бы здесь, знаете, знакомиться, вот на видео наверняка кажется, что я такой веселый, общительный человек, заводила, да, это, орлики, ну давайте развлекаться. Я как Петра сел. Но нет, на самом деле я не такой, потому что вот мне пишут в инстаграме, и девчонки, и мальчишки, айда прогуляемся, встретимся, там, кофе попьем. Но я не хожу. Я не хожу, потому что я кошара, я буду стесняться. Вот с незнакомым человеком встретятся, но вот что говорить? О чем говорить? Я не знаю. И вот со Светой, вот мне сестра говорит, встретиться со Светой, почему ты, говорит, с ней не гуляешь? А мне стрёмно было ей писать. Я думаю, ну человек из другого мира совершенно, никогда мы с ней не общались, никогда не это, думаю, ну вряд ли сойдёмся. У меня же ещё чувство юмора, молек того. Не всем оно нравится, я думаю, ну вряд ли. Но потом думаю, дай напишу, чем чёрт не шутит. Это вот я и написала, мы один день погуляли, и это всё, душа в душу, вот спелись, вот, похоже, вот, во всём, наверное. Надо же так, а? Ладно, дальше. Про ютуб, про монетизацию в ютубе хотела рассказать. Я же сюда приехала для того, чтобы получить водительское удостоверение. Мне нужен был иностранный документ для того, чтобы сделать монетизацию на ютубе. Ну обычно, вот я же говорю, я прежде чем приступить к какому-то делу, я его досконально изучаю, прям рассматриваю со всех сторон, если это серьёзное дело. А это было серьёзным делом. И вот я, значит, всё, я поняла, что с российским паспортом я не смогу сейчас подключить монетизацию в Ацентс на Google, ну вот это вот Google. И думала, поеду в Тайм и буду делать этот водительское удостоверение. А ещё у меня был вариант поехать в Грузию, там отучиться на права. Там же можно было бы получить и ННН, и карту без проблем, там россиянам дают. Вот. Но там вот в Грузии, там нужно было задавать экзамены в ГАИ. Тут всё-таки попроще. Тут я прочитала то, что нужно всего лишь там российское водительское удостоверение и международное водительское удостоверение. И просто обменять права, и никакие там тебе экзамены сдавать не нужно. И там это всё стоит копейки, там на наши деньги около, ну там, трёх-четырёх тысяч рублей. Думаю, да, классно, еду в Таиланд. Приехала в Таиланд, получила, значит, это водительское удостоверение. И тут что я понимаю? Для того, чтобы пройти, да, как бы, Ютуб подтвердит мою личность по этому документу. Но далее тебе нужно предоставлять налоговый номер ННН, именно той страны, в которой ты зарегистрировался. А раз у меня тайское водительское удостоверение, значит, у меня страна должна на Ютубе стоять Таиланд. Значит, и ННН должен быть тайским, значит, и банковская карта должна быть тайской. Вот, ладно, ну, по водительскому удостоверению я могла бы пройти, но по ННН налоговый номер в Таиланде получить я не смогу. По крайней мере, сейчас точно. Почему? Потому что здесь для того, чтобы получить налоговый номер, нужно прожить в стране 180 дней. По-моему, нужно заплатить 20 тысяч бат, что ли, чтобы тебе просто выдали ННН. И плюс банковскую карту потом нужно получать. В общем, вот так вот. Слишком много морок. Ну и всё, вот имейте в виду для того... И вот я такая думаю, ну вот как ты могла этот момент не учесть, а? Как ты могла этот момент не учесть? Если бы я вот прям вот досконально бы всё это изучила бы, то я бы, наверное, в Грузию бы поехала, а не в Таиланд. Ну ладно, об этом чуть позже. Далее, далее, далее про то, как нашла это жильё. Всё, это будет последний пункт. О, сейчас смочу горло колой. Я же, значит, приехала в Паттайю. И я забронировала себе два жилья на всякий пожарный случай. На букинги за 30 тысяч рублей и на, это, и на Аэрбин и Би я списалась с хозяином. Там это бутик Чикотель вот назывался, который я снимала. Я с ним, китаец, я с ним списалась на Аэрбин и Би. Я говорю, у меня нет возможности оплатить российской карты. Можно, говорю, я при... Ну, я приезжаю завтра в Паттайю. Можно ли я приеду к тебе и посмотрю жильё, если что, сниму? Он говорит, ладно, хорошо. В общем, у меня на броне есть два жилья. Я приехала в Паттайю. Я думала, я всё-таки приеду сюда, буду ходить, искать, смотреть другие варианты. И если я ничего не найду, я заселюсь вот, ну, либо в тот, либо в этот номер, который я забронировала. Вот. И я, значит, приехала в Паттайю, у меня разрядилась батарейка. Я пошла заряжать телефон. Стою, заряжаю телефон. И параллельно я, значит, листаю группу в Телеграм. Просто набрала там аренда Паттайя. Наткнулась на какого-то парня. Он, значит, выкладывает фотографии разного жилья. И там, значит, описание, допустим. Эта квартира стоит столько-то, это столько-то, это столько-то, это столько-то. Я нашла приемлемый для себя вариант. Это была квартира вот в этом кондо, который я сейчас снимаю. И он по цене выложил, знаете, почём? 7 или 8 тысяч бат. Я такая думаю, о, ну норм, дай-ка я ему напишу. Я ему написала. Я говорю, скажите, пожалуйста, есть ли в этом кондо свободная квартира, я хочу заехать. Он такой, да-да-да, конечно, супер. Я, говорит, сейчас хозяйке напишу, уточню, есть ли у них свободные номера, и вам отпишусь. И всё. И этот парень, он пропал. Он мне вот по сей день не ответил. Прошёл где-то час, он мне не отвечает. И я, значит, это, пошла в Бикси покушать, потому что мне уже голову напекло. Я проголодалась, села в Бикси. А недалеко находился вот этот вот чек-отель китайца, которого я забронировала с Аэрбин и Би. И я, значит, решила заселиться к нему. Не ходить, ничего, вот это вот, мозги не парить. Это я, знаете, опережаю мысли, потому что некоторые там спрашивают, типа нужно, ну, спрашивают и писали, то, что нужно было походить, посмотреть. А есть вот ещё вот такое вот, а есть такое. Я к этому отношусь намного проще. Вот эту вот квартиру, которую я сняла, я её вообще, вот мне её показали только по фотографиям. И я не хожу, по три часа не выбираю, не выявляю, что к чему. Я жить здесь буду месяц, а может вообще несколько дней, может я вообще пораньше уеду. Я не покупаю эту квартиру. Я её хочу снять на короткое время. И если в ней есть более-менее условия, которые меня устраивают, я туда заселюсь и не буду ходить ломать, шатать голову и портить себе нервы. Так я и заселилась в этот бутикчик, как отель. Всё. А потом я решила снять видео, как я ищу квартиры. И я, как настоящая особь женского пола, решила провести расследование по интернету, по фотографии. Я зашла в переписку с этим парнем, зашла к нему в группу, посмотрела заново фотографии этой квартиры. Я посмотрела, как называется, конда, которую он выложил. И всё. И я, получается, на гугл-картах нашла эта конда. Я приехала сюда. Я, значит, захожу в это... Тут нет ресепшн. Я сюда захожу. И на пути мне встречается наш соотечественник, русский мужчина. Вот. И он идёт, видимо, с пляжа такой. И я у него спрашиваю, извините, говорю, вы не знаете, где администратор? Я хотела бы, говорю, в этом конде снять квартиру и не знаю, как с администратором связаться. Он говорит, она, типа, тут сидит. А он дверь магнитным ключом открывает. Я говорю, вы меня разрешите, я вместе с вами войду, я с ней поговорить хочу. Он говорит, да, конечно, идём, заходи. И вот он к ней постучался, она открывает дверь, и я начинаю у неё спрашивать, есть ли свободные номера. Она говорит, сейчас номеров нету. Я говорю, мне не нужно сейчас. Я говорю, собираюсь заезжать в следующем месяце. Можно ли там, чё почём, и какие квартиры вообще есть. И вот она мне показала на фотографиях комнаты. Сказала, что стоимость жилья 5000 бат, а у этого парня было 8000 бат. И я говорю, а могу ли я посмотреть квартиру не на фотографиях, а вживу? Она говорит, сейчас всё, занято, нельзя. А с нами стоит этот мужчина, я говорю, а вы не против будет? И он участвует тоже в разговоре, рассказывает, что тут до пляжа недалеко, там, откуда он, в общем, разболтались. И вот я говорю, извините, говорю, возможно, моя просьба наглая покажется. Они могли бы вы мне свою квартиру показать? Он говорит, да, конечно, идём, заходи. Я не стала уж заходить, я просто вот так вот с порога заглянула к нему в квартиру, там всё-таки студии, там не надо там ходить по комнатам и заглядывать. Всё, что я увидела, мне было этого достаточно. Просторная, хорошая квартира, и самое главное есть кухня. Я такая, хоу, круто, в следующем месяце я заселяюсь сюда. И сразу бы хотела сказать о том, что контакты этого конда я давать не буду. Вот, это я к чему? К тому, что вы также можете заходить в группы в Телеграме, смотреть название конда, смотреть примерно там какие цены. Не платить, вот этот риэлтор за свои услуги просил 2000 бат. Это сколько получается примерно? Ну, примерно 6000 рублей. Да нафиг мне нужен этот риэлтор. Посмотрел название конда, пришёл, спросил на ресепшене информацию, всё, тебя там, всё подскажут, всё покажут. И вот он мне не ответил, ну и пожалуйста, ну и не надо, вот сама нашла себе. Ну и всё, вот вроде я всё рассказала. Сейчас тут, наверное, целый час получится. А у меня такое чувство, вот я как будто что-то важное ещё вот забыла сказать. А что важно? И в то же время я думаю, что я много лишнего так наговорила. Ну вот, знаете, вот у меня этих историй по жизни, во, я как начну, у меня потом хрен остановишь, всё.